то есть можно в принципе про наши сходки сказать а из пустого в порожном переливайте не какого-то но в случае если анализ представляет из себя существенную внутреннюю работу которой посвящено усилие души хочется выйти к людям у которых этакая душевная копель вот это с анализом того что происходит вне меня и внутри меня ну интересно а потом ну взять да свою тему подкинуть тему назвать уже нелегко ведь ее неправильно назвав можно пустить дискуссию по ложному следу и задача назвать ее правильно уже событие я хотел тебя ответить просто когда я отвечаю с ними значит ты говорил что когда люди встречаются но они как бы чуть 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 были чужие и чужие как говорится уйдут остаются а а вот очень интересное есть такое знание православной традиции что это венчание говорится об этом что все люди они родные на самом деле братья и сестры вот но если родные встречаются допустим в гражданском браке но это православная традиция религиозная естественно строгая если они встречаются то идет нарушение закона инцеста вот как бы брат с сестрой встретился вот и это ведет к вырождению человечества в конечном итоге а вот в чине венчания там есть очень интересная вещь ритуально эти там будущее там жених и невеса они становятся чужими и после того как они стали чужими почему важно венчание нарушение закона инцеста нет дети рождаются здоровыми и так далее то есть это очень интересный такой момент хотел просто а потом я думаю что он имел совсем другой вид там про другое там про другое там про все общих ценностей да 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 он имел это вообще-то мое понимание тогда сначала это расчет и это прелюбодеяние да пускай там что в штампике пускай они обвечены в церкви но если нет самого главного любви это прелюбоде нет очень часто наоборот люди считают что у нас нет вот общей задачи общей цен вот это расчет а у нас душевный трепет и вот мы прямо друг за дружкой уходим хороводок вот у нас любовь а на самом деле за эту любовью банальный гормон да там крутят вот и люди теряют голову то о чем мы говорили и говорят а вот у нас любовь вот мы ставить как бы гормоны гормонами как сказали что жизнь меняет прямо даже да а потом все ну какой-то или высыпается уважение к человеку это привычное отношение или становятся чужими а потом когда включаются мозги человек начинает сознанка у него включать и вот тогда уже вопрос это и начинается когда уже вот это вот прошло програде я начну лодка высокоился да ну вот и тогда уже году любовь то прошла и не теперь делай мне кажется что кого когда вот любовь вспыхнула ярко-ярко там до гормоны дарил а дальше другой а дальше или человек становится родными близкими которым ты тянешь уважаешь или он становится чужой когда когда он не может встать он изначально такой либо такой просто начали на другом свете а может быть и стали на виде воздвигают изначально либо мы с ним реально пересекаемся до общей ценности задачей дали по списку либо этого нет если этого нет изначально откуда мы возьмем в принципе разные ценности разные ценности рождают разные когда на той же он близким не станет если он не был вот таким изначально общего насти нет все начало когда встречается непонятно станет он заранее будет абсолютно чужие люди возникать какие-то общие интересы соприкасаться там какими-то момент узнавать друг друга до чего нет ценностей общих цели какой-то не наталкиваются самой школы с самого садика вот это реагирует они пивну что не душа твоя реагирует а вот мозг реагирует я на так да я понимаю да но вот я на она знаю давайте я хотела поговорить о более тонких вещах что может объединять двух людей которые вступили в брак и может быть не вступили в брак может быть они просто встречаются может быть они просто любовники я считаю что прежде всего их объединяет энергия если они по энергетике у них одинаково они на одной волне и это вот если вот совпала их не энергетика это люди которые не останутся никогда это волны что такое энергетика это вот то что сегодня в кувшине у вас было так оно сегодня так завтра так но она есть всегда по энергетике по общей энергетике когда они на одной волне они на одной волне будут всю жизнь невзирая ни на что ну это конечно это идеально это бывает редко но это бывает непонятно правда что ну потому что долгие вещи поэтому как идеал это лучше каждый человек имеет свое излучение которое измеряется в герцог не только человеку вообще и у каждого свой диапазон диапазоны совпали люди вместе они они притягиваются постоянно не взирая ни на ссоры они будут всегда вместе а как понять отношения совпало не совпало а это чувствовать ты никогда своим умом не поймешь это надо чувствовать это чувствовать это чувствовать я почему и докапываю потому что расчет то голова он иногда тогда четко не иногда просто голову человек понимаю что мне с этим интересно я с ним вместе делаю то другое десятое он мне помогает он меня поддерживает и я готов ради него и в избу и коня я не пойду останавливать а вы так скажете ну это ж другое дело я вам скажу что любовь это когда ты хочешь всего себя отдать не думая не рассчитывая вот что вот первое когда у тебя нет выбора что ты делаешь когда ты просто вот делаешь и не думаешь и по другому ты даже не представляешь какие-то варианты как заложенная программа в тебя она это из тебя идет и порой это у меня сейчас две девочки ну мои дочери у них сложная ситуация одна уже разводится вторая там подумывает вот и они у меня они у меня спрашивают какого-то совета хотя я у меня у самого такой опыт бракоразводных процессов очень длительный кстати уникальный тем что говорят что там с одной не получилось со второй попробуй я пробую с одной и той же один раз попробую второй раз третий раз я могу этим опытом поделиться что происходит в мужском уме если тебе интересно да мне очень интересно что происходит а происходит то что ты всегда я считаю что любовь однажды она в тебе зародилась я помню свою одноклассницу в которую я был влюблен и вот я о ней думаю у меня хорошее чувство возникает у меня там все в жизни было много чего было конечно я не могу вернуть ту которую она какой она была сюда сегодняшний день и вот но вот это чувство оно живо во мне оно живо и оно неистребимо вот это я считаю что это любовь это пусть это будет гормоны пусть это будет что-то другое но ну а фантазии может даже фантазии это же мы же притягиваем мысль притягивает эмоцию ту которая была ты слушай я слушаю музыку тех времен у меня сердце сердце начинает припыхаться вот я в том плане хотел сказать в этом плане хотел сказать что действительно нужно определиться что такое любовь а что такое не любовь потому что проще допустим исходить от обратного что такое не любовь мы не можем определить что такое любовь как ты говоришь это что-то за пределами ума я так понимаю и правильно понимаю что это любовь это вообще такое чувство которое человека из человека делает да поэтому дать ему определение для него нет невозможно чувство привязать его даже каким-то словам очень трудно это чувство как можно передать чувство вот я пью вот я чувствую вкусный чай для меня он вкусный но если ты попробуешь а для другого может не совершенно не вкусно ну да, мы не можем передать свои чувства те слова, через которые через символы мы общаемся они где-то намек делают на то, что мы чувствуем на самом деле я вот когда задали тему смысл жизни я пошел на википедию открыл, что такое, ну слово, смысл само слово, что оно значит вот самоценность сущность феномена, сущность смысл, это сущность феномена это сущность в некоторых славянских языках это ощущение то есть это сенсорное восприятие восприятие это это определение слова смысл и если уже так как бы буквально воспринимать смысл жизни это ее восприятие это и есть сама жизнь другое дело что со смыслом жизни начинается цель цель какую-то цель перед собой ставишь и все такое прочее но в принципе все сводится к тому что твои все ощущения вот и то же самое любовь любовь это слово а что слово значит это вот само переживание значит мне очень нравится определение фрома он говорит о том что любовь это искренняя заинтересованность жизни и развитие объекта любви мне очень нравится это определение говорим ли мы об отношениях между мужчиной и женщиной говорим ли мы об отношениях между родителями детьми искренне заинтересованы в том, чтобы другой человек развивал когда есть любовь если этого нет, то и тогда гроша жена таким чувством я бы не строил такие умозаключения по поводу этого слова по поводу этого чувства потому что нельзя ни в какие определения мы говорим о воспоминаниях о приятных каких-то фантазиях то, о чем ты говоришь я вспоминаю, ну да а любовь-то все-таки про то, чтобы вкладывать даже только что говорит себя в другого человека вот про это да, причем это желание это даже не желание воспоминание, это не про вкладывать это желание готовность вот как бы влиться слиться с этим человеком не в плане сексуальном а слиться, сделать как одно целое ты даже обнимаешься с любимым человеком ты хочешь прям залезть в него вот так вот, да? есть такое чувство? просто с другим, с родным, с близким так нет такого даже с любимым так вот, понимаешь, мы говорим сейчас о любви попытаемся определить, что это такое давайте начнем с того, что такое каждый из нас скажет, что такое нелюбовь и то, что приписывает качество, которое приписывается любви допустим тогда может быть методом исключения то, что останется может... я хотела к Илье вопрос задать а ты говоришь про гормоны но если это гормоны то в таком случае можно отношение иметь абсолютно с каждым встречным, папчичным если у тебя гормоны играют? ну, конечно, можно нет, ну, теоретически, да то есть, смотри, ты по улице идешь там, раз, на одного голова поворачивается на другого то есть, почему выращивается? но, влечешь же к одному человеку то гормоны здесь ну, как бы они тоже имеют ну, понимаешь, смотри почему, ну, как биологической точки зрения почему к одному, да? ну, потому что с этим человеком надо создать детей ну, конечная цель, да, этих отношений именно в плане биологии, да? а для того, чтобы они появились должно быть какое-то время для этих отношений, да? иначе, ну, это время для того, чтобы дети появились какое-то время они выжили именно биологически а мы существуем биологически изначально и это никуда не денешь и то, что биологически, оно превалирует то, что более старше а то, почему я изначально биологически? изначально ли? ну, я исхожу из этого изначально есть люди, которые считают иначе Но то, о чем мы сейчас говорим, оно как раз вот об этом. Интересно вообще. Вот. И поэтому какое-то время действительно нас в крышу сносит для того, чтобы какое-то время мы действительно удержаться в этих отношениях, как правило, 3-4 года. Ну, плюс-минус. Да. А потом начинается вот этот расколбас, когда это прозрение, е-мое, как я вообще мог, кто и так далее. Вот. Чтобы появился ребенок, какое-то время о нем заботились двое. Вообще все построено на любви. Говорят, им ненависть построена. Ну, с обратным знаком. Да, с обратным. Все замешано. Человек, который Михаил Иванович задавал. Я, правда, не совсем согласна в том смысле, что он говорил, что чужие люди. Если люди изначально, у них общий базис какой-то есть в виде общих ценностей, интересов и прочих, то это уже не чужие люди. Это близкие по духу люди, а значит, у них перспективы есть. А что тебе сегодня больше всего понравилось? Ну, наверное, вот это необычная встреча. Во-первых, что в праздник собрались все у Виктора. Вот так. Виктору отдельное спасибо, что всех принял. Вот. Ну, я застал. Так прям приятно. Ну, вот это мне понравилось. Все забыли. В новую обстановку. Я имел в виду из еды. В взаимоотношениях мужчины и женщины придерживаются православного христианского подхода. Традиции. Да. Ну, не традиции, да. Вот именно взгляда этого. То есть, Бог заповедовал два пути человеку. Или быть вместе с кем-то, да, с женой. Или быть, если он один, то должен человек идти принять монашество и совершенствовать себя вот в одиночку. То есть, бороться со своими, там, искушениями, самосовершенствоваться. Вот. Так вот, путь в браке, это не менее такой, это второй путь. Вот. Это второй путь тоже совершенства, но он и, но не одному, а с женщиной, да. Ну, если говорить про мужчин. Вот. Он не менее сложен, потому что одному человеку легче, с одной стороны, ну, как-то вот, постигать эту жизнь, учиться быть, ну, допустим, в обществе, там, себе подобных, там, монахов, если он вообще не пустынник, одиночка. Вот. Какое-то искушение, там, на стороне, сложности с жильем, там, еще, ну, и масса-масса болезней. Вот. И поэтому, вот, это тоже испытание, и поэтому человек должен вот эти вот испытания преодолеть. Потому что самый простой способ, это, да, заболел человек, допустим, твой, жена, ну, бросил ее, пошел к здоровой. Ну, там, с детьми какие-то проблемы возникли, ну, тоже развелся, пусть его, там, государство воспитывает или что. А труднее вот это все принять на себя и начать эти проблемы решать, то есть, ну, преодолевать, там, лечить жену, выходить из каких-то сложных положений, воспитывать детей, если, там, вдруг они у тебя пошли по совершенно другому пути, по которому ты, там, планировал, стали, там, хулиганами, разбойниками, там. Казаками. Да, да, поэтому, вот, это тоже путь, его нужно пройти до конца, до самой смерти, вот, я так понимаю. Ну, то есть, ответственный, наверное, Саша, чистый шоколад, попробуешь? Но он не сладкий, это мускуэ для мужчин. Ну, вот, вкратце, все. Ну, а в вопросе, что такое любовь, любовь, это вот, я неоднократно говорил, вот, Франкла здесь, Виктора вспоминали, психолога австрийского, и он четко сказал, что любовь, это вот реализация себя в другом человеке. То есть, если вот меня, моя жена воспринимает со всеми моими достоинствами, недостатками, с моим прошлым, будущими, со всеми моими, там, болячками, вот, с невзгодами, которые на меня сваливаются, там, по работе, по службе, в отношениях с людьми. То есть, вот это вот, когда человека принимают без всяких условностей, безоговорочно, вот это вот и есть любовь. Так все-таки она есть, да? Все-таки она есть, да? Любовь? Да, она есть, я даже так вот думаю, что полюбить можно вообще, вот, двух просто взять случайных людей, свести их вместе. Они обитают в Москве. Да, и они полюбят друг друга, вот, будет очень даже, прекрасная семья создастся. Вот раньше, когда брали, так, из одной семьи, из другой, ну, это, конечно, было немножко так, не очень хорошо, и к трагедиям приводило насильство, но большинство людей уживались и любили друг друга. Ну, я не знаю, сколько процентов. Сейчас шаблон другой, сейчас вот бумажно, паспорт, все там, сейчас по-другому, шаблоны поменяли чуть-чуть. Сейчас люди вообще боятся, молодые люди вот придумали... Боятся, потому что условия... Вот это вот, институты гражданского брака, который ни к чему не обязывает, вот это вот, как говорят, мы попробуем, поживем, ну, это ни к чему хорошему не приводит. Нет, приводит иногда. Действительно, люди, все-таки любовь, что существует, она есть настоящая. А что, из-за выхода, или они расходятся, или продолжают жить. Ну, да, часто... Всегда еще не проигрывают. Да, я сам в гражданском браке тоже с женой начинал, а потом... Решили пожениться. Да. Хотя у меня до этого было два брака официальных, там, один брак с венчанием. Как тебе то, что о любви говорит апостол Павел? 13-я к коринфянам. Как? 13-я к коринфянам. Что там? Песнь, о, там, гимн любви, на самом деле, считается очень красивым. Но я все не помню. Любовь долготерпит, все прощает. Ну, да, это там очень много, но абсолютно согласен. Не заставляет там другого, то есть все прощает, ну и так далее. Я только не поняла. Вот вы сказали, что... Всему верит, на все надеется. Понятно. Такое космическое... Такое космическое... А если человек не может... Ну, просто не может найти себе... Ну, монашеский путь не его. Что? Обязательно в монахе, что ли? Вот одно из двух... Ну, по крайней мере, я не знаю. Ну, не так вот, прямо строго. Нет, это нет. Потому что монашеский путь, это вообще передовая гарантия. То есть это еще более сложный путь. Если он там мирской человек, ну, вот как-то все-таки тут надо с духовником, наверное. Если он православный, допустим, действительно. Ну, это еще неизвестно, какой путь легче, потому что все-таки монастырь, это монастырь. Там стены, там единомышленники, там практически никаких искушений. Ты о чем? А в миру, когда... Самые искушения начинаются, когда ты лишен всего. Когда ты закрытый, и там у тебя чувства начинают. Я думаю, что очень зря там монастырь называют передовой. Ну, может быть, да, согласен. Потому что, говорят, нет более страшного, как бы, человека, чем монах. Ну, если он идет на поводу вот этих искушений своих, он может там и слово такое найти, и все. Изворотливость. Да, даже... Путливые, изворотливые. Они же очень тонкие. В монастыре монах один присматривается к игумену и смотрит, игумен все делает не так. И то сделает не так, и все делает не так. Пятое, десятое. Ну, и он терпел, терпел, потом уже не выдержал. Ну, я так думаю, что это ему как бы кажется. Это искушение как раз. Но он видит, он бы по-другому сделал там. Придирается. И он говорит ему, игумену, прямо. Монахи должны правду говорить. Вот, ты хоть игумен, но не умен. А игумен на него смотрит и говорит, а ты хоть и умен, но не умен. На то мы разошли. А ты и разошлась. Лично у меня есть свое мнение по поводу ухода в монастырь. Я считаю, что это люди, которые не выдержали нашей мирской жизни. Это у них своего рода такой эскапизм. Уйти от жизни не очень тяжелой. Они прячутся на монастыре. Они отказываются от своего пути, который им в жизни предназначен. Они бегут, потому что не выдерживают этой жизни. Это самый простой способ. Уйти от жизни. Я смотрел в поле чудес. И там показывали. Ну, играл батюшка, священник играл. В поле чудес. Да, в поле чудес. Но не он крутил, внучка крутила там. Герой Советского Союза. Батюшка. Да, в Афганистане был наводчиком. То есть, засылали его, и он наводил там, куда стрелять. Активно, да. Вообще, очень, как бы, в этой жизни мирской он очень много достиг. И у него там будущее, и все. И деньги есть, и все, что надо. И талантлив. И очень хорошо говорит. Он просто выбрал этот путь. Поэтому не всегда так, конечно. Конечно, некоторые тут, когда себя здесь, не могут найти. Но это не всегда правильно. Если он здесь не нашел, то... А если монастырь еще и не его путь, то где-то раньше, что там еще труднее будет. Вот эта работа внутри себя, она дает очень хорошие результаты. Потому что ты немножко под другим углом рассматриваешь свои поступки, действия. И вдруг появляются какие-то ответы на вопросы, которые тебя волновали. Вроде бы, пустые порожние. А тем не менее, ответы-то, они появляются. То есть, когда проговариваются какие-то ситуации, может быть, проблематичные, проблемные даже в твоей жизни, да. Здесь, в ходе беседы, вот зерно сеется разумное и хорошее. Мне очень это нравится, конечно, работа. Вот такая внутренняя работа над собой после разговора. То есть, пищевая, разрушение. Такое послышкусье, да, да. Это вот очень здорово. Вот, ну, я очень всем благодарна. Всех было слушать очень интересно, да, действительно. И о любви. Понятно, что мы никогда не дадем рецепта, как делать, как поступать, да, и что такое. Мы не можем выдвинуть правила какое-то, что такое есть любовь. Но, тем не менее, разговор о ней, он приятен в том плане, что ты понимаешь, что не только ты такая дурочка, которая верит в любовь. Есть еще люди, которые готовы, чтобы им сносило башню, чтобы их накрывало волной, и вдруг терять рассудочность какую-то, терять логичность какую-то в поступках. Нет, и это здорово, мне кажется, в жизни вот так вот вдруг отдаваться этому ощущению, к течению, которое тебя несет куда-то. Вот, и я всем желаю, да, любить, любить, любляться и получать от жизни вообще, да, вот такие радостные мгновения и от общения друг с другом. Это тоже такая форма любви, когда тебе нравятся люди, которые вокруг тебя. Дружба, оттона любви, это филио, филио греческое, да. Да, 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 вот это я имею в виду, что это тоже здорово, это тоже, да, форма такая, которая дает энергию. Вот этот сосуд, он, да, иногда вода в этом сосуде прочищается, иногда он наполняется, и я всем за это благодарна, спасибо. Виктор, готов ли сказать или можем? По сегодняшней встрече. Мы туда и русские дошли, а вы отсутствие. Да. Мы тут позавсутили уже. Я хочу тоже интимно поделиться. У меня сегодня ночью приснился сон, но не эротический, а я летал. И что я отметил, что я и раньше летал, но это было очень давно. И я понял, что то, что мне приснился этот сон, это говорит о том, что я в хорошем состоянии духа. Я в духе. И я думаю, что вот то, что вы сюда пришли, да, это очень хорошее, так сказать, начало, начало. Мы можем, мы даже не здесь, давно уже ты начал хорошее дело, между прочим. Я должен тебе отдать должное. Мы начали. Вы начали хорошее дело, потому что я это сначала расценивал как, ну, как эмигрант, что я приехал из другой страны и в другую страну, и с другой, да в другую. И традиционно эмигранты кучкуются. То есть, своя там собирается диаспора, да, и вокруг языка, вокруг традиций определенных. Вот. Но здесь у нас представители местного населения есть, кубанцы. А Саша тоже кубанец? Да? Национальное меньшинство. Мы не эмигранты здесь все. И, но то, что нас объединяет, вот, это желание общаться, это так здорово, что я просто... Потому что, когда я сюда приехал, я вот столько Сашу знал и... Алексея. Алексея, да. И, как бы, вот, эта ограниченность в общении, она меня немножко гоняла в такую депрессию. Туда ли я попал вообще? Вот. А сейчас я понял, ну, раз уже во сне начали летать, то... Все хорошо. Восстановили. Вот адаптировался. Да, да. А по поводу сегодняшнего... А какая тема была, я так и не понял. Ооо все. Ооо все. Семья, брак, любовь. Да. И мое, вот, четкая моя установка, не знаю, христианская, нехристианская, исламская, иудейская. Во всех религиях есть определенные установки, но они направлены на укрепление брака. Во всех религиях это есть. В какой-то большей степени, в какой-то меньшей. Ну, это когда ты уже сравниваешь. В твоей религии это как бы ставятся основы. В чужой религии они как-то там не дорабатывают что-то. Вот. Но, в принципе, мне кажется, что если отношения начинаются вот именно то, что Инга говорила, с общих каких-то ценностей, когда есть общие ценности, а не только гормоны, когда... Гормоны гормонами, и это, естественно, нужно, потому что продолжение рода и все такое, природа уже позаботилась об этом. Поэтому секс так сладок для... Это не для того, чтобы мы получали кайф. Нет, для того, чтобы мы стремились к нему, чтобы мы размножались. Да, да, да. Поэтому природа очень... Все построено на любви в природе, и поэтому надо прислушиваться, наверное, больше к тому, что у нас, так сказать, внутри происходит. Я не в плане гормонов, потому что это может привести очень далеко. В любом осознании, понимании того, что происходит, должен быть баланс. Вот этот баланс очень важно каждому для себя, так сказать, выставить, соблюдать его, и чтобы не было перебора. Потому что можно залюбить человека, так же, как и заненавидеть. Залюбить, истребить, что хочешь делать с ним, партнера. А любовь, по-моему, это самоотдача, прежде всего, когда ты себя отдаешь. Но в то же время смотришь за результатами. Потому что иногда самоотдача приводит к тому, что такая отдача будет, что сладко не покажется. Чаще всего так бывает. Партнер просто садится на шею, и любой партнер, женщина и мужчина, может этим воспользоваться. Поэтому любовь должна быть дозирована, в плане того, чтобы видеть, к чему это приводит. Мать может залюбить ребенка так, что из него выйдет плохой человек. Муж жену может залюбить так, что она может сделаться неудобоваримой вообще для общества. И наоборот, жена может залюбить мужа так, что он будет ходить и налево, и направо, и вверх, и вверх. Польшим соседям, короче. Вот. Поэтому все должно быть в состоянии осознанности. Все делаться в состоянии осознанности. Вот любовь в сочетании с осознанностью даст, наверное, нам очень хорошие результаты. Как я сказал? Браво! Майка, браво! Какая молодец. Да, мы зря осенью полетала. А, кстати, по поводу полетов. Да, полета на осень. Это как она? Красиво-то человек развивается. Раньше говорили, да, растешь, но я вот на художественных кинсти. Это значит, что у него раньше кто-то из плетков был, кто умел летать. А генетическая память, это я так думаю, осталась. Не Лена. В нашей повседневной жизни столько много забот, что мы не успеваем даже задумываться о тех вещах, о которых мы говорили на наших посиделках. Не знаю кому как, но у меня на это времени как-то не бывает. А вот сюда прихожу, да, и какие-то темы для размышлений появляются. И потом, да, потом я тоже вспоминаю наши разговоры и анализирую. И я считаю, что это не просто переливание из пустого к пороженному, а все-таки эти размышления дают свои результаты. В плане, ну, какого-то роста, что ли. Собственного роста. Это помогает много задумываться на это еще. Вот так вот я отношусь к нашим снащим. И сегодня уже какой-то результат, прямо можешь сказать, какой-то. Что-то узнала из себя такое интересное. А что-то узнала. Конечно, условно, вынесла какую-то изюминку. Ну, хорошо. Александр? Я не знаю. Наконец уже встреча пришел. Я так думал, что часа в два только начнете собираться. Чуть припоздал. Но так мне интересно всегда все равно. Масса интересных моментов затрагиваются, вопросов, которые тоже тревожат мой ум. Неспокойный. Больше всего мне понравилось про осознанность и про то, что, ну, есть осознанность, а есть бессознательное вот это присутствие в этой игре, которую нам навязывают. Вот надо как-то стараться все больше выходить из этой игры, потому что эта игра ведет человечество вообще не туда. Уже далеко ведет и так завело, что уже человечеству не так просто отскочить от этого. Революция надо. Я скоро сказал. Александр? Ну, я, во-первых, хочу сказать спасибо Виктору, что он нас здесь принял. Я впервые нахожусь в гостях у него. Очень уютно, душевно. Прекрасная компания собралась. Рад знакомству с Александром. Хотя практически ничего о нем не узнал. И по моей теории все равно создается... А что за теория, я говорил, вы знаете? Виктора Франкла. Чем больше открывается для других, тем он становится более притягателен, тем возникает и дружба, взаимоотношения. Тема была интересная. В общем-то, сегодняшний день, 23 февраля, предполагал, что тема возникнет. Я думаю, или будет там о каком-нибудь долге, служении России. И вот, ну, говорили о мужчинах, а потом перешли уже к взаимоотношению. Вот благодаря Луизе она вот эту тему предложила. Ее стали обсуждать. Очень интересно. Потом перешли, естественно, к теме любви. Темы очень большие, обширные. О них можно говорить бесконечно. И разговор, я считаю, получился. Он был интересен. В общем, как и любой наш разговор, любое наше общение, это самое ценное в наших разговорах не тема, а то, что мы собираемся вместе и общаемся. Спасибо. Света? Не буду снимать. Я буду снимать его. Она не против. Ага, ну че, будьте лучше. Ну, скажи, скажи по сегодняшней встрече просто. По сегодняшней встрече. Ага, я сегодня, наоборот, как никогда была, не готова с вами обсуждать эти темы. Хотя вот про Айну и поговорить. Нет, я в лагерь морских. Да. Но для его мужчины ты лыжи и любовь, и семья, это же очень важно, чтобы он себя чувствовал прямо. Лиза. Не подсказывай. Да для мужчины, для ребенка, для мамы, для папы. А тут вот заставили, как бы, да, думать, вот для себя, что. И вот это вот, когда ты начинаешь себе это все раскапывать, все это, не знаю, неприятная болезнь на данном этапе для меня, да, и мне это не хотелось обсуждать. Тем более, что, ну, многие действительно высказывали такие мысли, которые, ну, наталкивают же, да, ты к себе это начинаешь раскручивать, да, как будто не сопротивлялся, как будто не говорил, нет, нет, нет. Все равно выскрутиться. Все равно, оно запускает этот процесс, да, наталкиваешься на какие-то свои, там, нарешенности, недовлетворенности и так далее, да. Вот, причем, пока вот разговор, он не смог мне дать ключей к тому, как дальше действовать, да, то есть он, наоборот, завел меня в тупик. То есть если я пришла сюда в состоянии того, что, ну, казалось, что у меня все благополучно, и я, у меня все хорошо с любовью, и у меня все это стабильно, спокойно, и меня все полностью устраивает. Тут вдруг как началось, я началась, ну, естественно, мы все это перерабатываем, да, а как тогда, а как вот тогда, и ты мне все это примеряешь, и ты понимаешь, боже, мой, вообще все не так, как я думала, когда только зашла мне там в дверь, и как мне вообще дальше, куда мне третить фиг, и как жить, вообще с этим... И что дальше мне с вами делать, вообще, пришла, называется, носки. В общем, я всеми фигами пыталась сегодня от вас отградиться, если честно, вот, как могла, но все равно бы за лезвиком куда-то, в голову, там, если куда-то... Ну, тупик, это же тоже выход из ситуации. Пока никогда. Ты понимаешь, что все, значит, понятно, эта дорога туда не идет, куда тебе надо. Надо, значит, развернуться и идти совершенно в противоположное движение. Нет. Нет. Ну, в общем, ты сегодня наш громоотвод. Вся энергия нам ушла. Поэтому нам так всем хорошо. Да, а бегу, если я прошу, вот так, у меня наступает маленькая рука, не разрушение как-то. А им, оказывается, хорошо, это же надо вообще. И будет хорошо, может быть, в этом все дело. Да, ну, понятно. Нет, нет, я очень прижима прижима, вообще, как никогда, никогда у меня не было такого ощущения от присутствия всех людей, которые собрались. Да, то есть, у меня с вами было безумно комфортно и замечательно. Сегодня у меня настолько... Вот она, женская непредсказуемость. А иногда это просто тема больная затронута, в которой она не могла осознаться себе. А когда тут вдруг... Мы можем предполагать, а когда она сама... Это предположение, конечно, конечно. Иногда же бывает, когда решение происходит. Тогда, когда тема не решенная для себя. Когда есть там много вопросов, но нет ответа. А хорошо? Не знаю. Когда бывает, что ты сюда приходишь, и слышишь все научные, которые для тебя действительно решены. И ты готов работать, готовность откликаешься. А у тебя пока не готов. В процессе, как бы, да, действительно ищешь ответы. И тебя, что это воспринимаешь, усасываешься, тебе так благодать на все это укладывается, да. И ты выходишь на форму, но действительно ты понимаешь, что да, это был какой-то у тебя был вопрос, он к тебе был. И сейчас какие-то ответы ты для себя получил. Ты можешь дальше с этим работой материалом в дальнейшем, да. А тут, когда у тебя не было этого вопроса, а вдруг оно в проблему у тебя просто вообще вырвалось в какую-то... Это вот неприятно, мне вот так сказать. Не, ну понятно, что ты не виноват, да? Я вам просто рассказываю, как бы, с чем я в каком-то состоянии. А вот из всех присутствующих, кто больше всего в этом не навал? Напряг. Да все! Вы все кто намекаете? Все это же, кто больше всего. Нет, нет такого слова. Каждый слушает. Может быть, вот я пришел, я тоже напряжен на себя чувствую, а оно бывает, что... А как сейчас ты чувствуешь себя? И сейчас так непонятно, вроде нормально, так даже вот вина попросил, вроде раскованная. Но все равно много моментов, знаешь, как мы не часто встречаемся. А это все Михаил Иванович. Напряг всех и убежал. На самом деле темы серьезные затрагиваются такие. Ну да, тема серьезная. Я постоянно что-то добавить, но они тоже не вклинишься, а у вас не можешь прерывать других. Да, да. А у вас, да? Воспитанность, она не позволяет, как бы. Ну, у вас было приятно очень слушать. Мне тоже всех очень приятно было слушать, интересно. Вот эта вот волна, про волну так красиво сказать, что когда она накрывает, и это вот свечение, и это так здорово. Я никогда не думала, что мужчина тоже так же воспринимает вот эти ощущения. Это здорово. Когда вы вышли... Я начинаю больше понимать, что, оказывается, вы тоже такие же ранимые, и такие же бывают и трогательные, и такие же беззащитные в этот момент. Это приятно. На самом деле я считаю, что человек не является полностью человеком вот таким вот в этой материальной оболочке. Он является еще сущностью вечной вот в этом теле, как в кабине машины ты сидишь, и ты пока ты этой машиной у тебя живая и целая, ты едешь. Машины нету, все, ты ушел дальше. А лучше в танке сидеть. Ну, да. И поэтому вот эти все чувства, а чувства это является, как я понимаю, неким таким связующим звеном, как жгуты, или как кабеля друг к другу. Через что ты чувствуешь, это же не есть ощущение любви. Ты не чувствуешь его, не знаю там, чем ты его чувствуешь. Это где-то внутри его здесь происходит. Непонятно. Ты своей сущностью чувствуешь внутренний или вот взять совесть, да? Я думаю, фибрами души. Совесть, это где находится? Совесть. Это же в каждом месте она. И вот это, вопрошу просто на засыпку. Да, оно же все есть в каждом человеке, да? Ну, она наскольчая, как-то работает все. Записано там. Ну, хорошо, и я тогда скажу, потому что я так чувствую, если мы не завершим, то наша встреча перерастет еще в очередную дискуссию. Вот, сегодняшняя встреча понравилась. Я ловил себя местами на том, что мне хорошо, комфортно, расслаблено. И мне это нравится, да. Нравится это мне. Вот. И тема. В принципе, я о чем хотел сказать, я сказал, говорил мало, но видно, не было такой потребности говорить больше. Вот. Я вспомнил этот случай, такой своей, ну, десятый класс, скажем так, чистой любви. Вот. Ну, это то, что действительно, то, что говорил Виктор, если это чистая, настоящая любовь, это потом всю жизнь тебя опитывает, ресурсом становится. Это к любому человеку и в любом возрасте. То есть, хорошие чувства, они для нас ресурсны. Почему все-таки нужно над собой работать? Для того, чтобы научиться, ну, накапливать. Чтобы эта любовь не позволяла гневу, как бы, появляться. Потому что там, где любовь, там нет гнева, злобы и так далее, раздражения. И вот, свято место пусто не бывает, если любви недостаток, там и звук появляется, и обиды, и все такое. Вот, как бы, вот такая самодостаточность должна быть, внутренняя сила, как бы. Вот. Есть такое качество Бога. Бог вседоволен. В принципе, это очень классное чувство. Я думаю, надо быть, научиться быть довольным всеми. И тогда, тогда все будет вообще классно. Как научиться еще? На самом деле улучшилось у тебя состояние на самом деле. И что я подозрелась, что оно улучшилось. Или действительно уменьшилась энергетика. И давайте сделаем это упражнение еще раз. Закрыли глазки. Закрыли глазки. Напомнишь, что нужно. Представить кувшин. Кувшин наполненный. Тот же? Нет, он может сам представиться какой. Может, у тебя другой там в запасе. В запасе не тянет. Может, у тебя там целый склад. И посмотрите, сколько у вас там водички. И кто увидел этот образ, глаза можно открыть в хорошем, бодром настроении и состоянии. И праздник все-таки, господа и дам. И очень кратко, что мы увидели. Начнем с Александра. Сосуд у меня немножко так видоизменился. Это стала какая-то такая медицинская колба. Прозрачная. Тоже с высоким горлом. И почти она полная. Чуть-чуть не достает. То есть увеличилась. Увеличилась, да. Стало больше, чем было в кувшине. Замечательно. А состояние? Как-то связано с этим? Состояние? Покой, удовлетворение. Саша? Вообще там много кувшинов увидел. Много маленьких. Один свой большой много маленьких увидел, чтобы 15. То есть это наши, что ли, маленькие? Нет, чтобы 15 они. Ну, представляем. А что здесь? Нет, я думаю, что среди нас какие-то сущности присутствуют. Ну, вот так. А твой большой, насколько он полный? Вот до края полный. А, так он у тебя и был полный. Вот как было, так и есть. Только еще добавил, что 15. А куда еще? Так ты двужили, оказывается. Хорошо, хорошо. У меня не представляется. Наверное, потому что идти надо. Так, хорошо. Хорошо, ты пишешь. Я уже там. Хорошо? Уже там. Хорошо? У меня кувшин. У меня было там перекрестывало через дверь. Но там совсем маленький. А сравнить по объему я не могу, потому что сейчас был большой. И наполовину полный. Наполовину полный. Ну, хорошо. Какой диагноз? Не, ну, так. Изменения есть. Изменения есть. Но это надо смотреть. Более досконально спрашивать. Курик, который нам нужен, да? По состоянию. По своему состоянию. Ну, сейчас я спокойнее, чем был в начале. Такое чувство. Ну, наконец-то они сейчас уйдут. Ну, значит, он был и тогда такой металлический основатель. Прям, знаете, такой крепко стоящий на ногах с узеньким горлышком. Нет, он все-таки восточным, с узким и расширяющий скверху, да? Все-таки, да, и вот это вот с сосканию по металлу и так далее, да, такой восточный. Болкова водяна. Вот как-то, наверное, так, да. Но, вот интересно, я получила удовольствие, в принципе, и вообще вот квартира такая приятная. Спасибо большое за гости приятное описание. Тем не менее, вот воды поуменьшилось. Одна треть как-то вот выплеснулась из кушина. Тогда она у меня моментально была вот прям от полной этой крови даже чуть, знаете, прям вплечет, как говорится. А тут она мне так... Вот, что-то как-то вот она у меня поубавится. А со состоянием? Хорошее настроение, хорошее. По сравнению с тем что было? Знаете, я шла с хорошим настроением. Было так приятно. Мне было так приятно идти в гости, мне было это очень интересно. Но мы сейчас узнаем, кому ушла энергия, часть энергии. у тебя ее много, так сказать, что ты ничего не подраздела по сосудам немножко поделилась но то, что ты Александру Чичинтова, это страшно потому что меня радость и на пользу у меня в реакции вообще другое если тот у меня был основательный, грубый, то есть я какая-то защищенная была вот этими грубыми, вот этими всеми, оболочками и вода у меня была такая красивая, такая голубая, какая-то необученная то есть вы все обычные нельзя, я сейчас чувствую, что у меня будет все какие-то, какая-то я королева а тут у меня, значит, прозрачное, тонкое стекло ко всем тоже большое, но совсем другое он, значит, вот, ну тоже, как типа колбы, да, но у меня сейчас, но все же кувшин ну большой, то есть он полный то есть тогда был не совсем полный, но вот эта вода столько, да, сейчас полный но вода обычная, неинтересная, пресная, прозрачная, никакая и вот эти тоненькие стиночки, вот-вот-вот, ну и он все и это что? Энергия-то достаточно, уже ничего очищено а защищенности нет? защищенности от кого защищаешь? опять же, смотрите, голубая, она же неестественная вода была неестественная, она была физра-споровая а сейчас, вот видите, чистая стала ну как же, ну здорово ну как же, она голубая, она шторкает так, если ей было не обучено приключает психотерапию мне интересно, посмотри она сама разберется так, не хочется вас покидать? ну да, ну да, заканчивается мы еще через пять минут покидимся тоже, да? я теперь помогу, господи ничего, ну до свидания если есть расставание, то будет встреча обязательно спасибо всего доброго спасибо вам до свидания вам спасибо конечно всего хорошего и вам всего хорошего я хочу про себя сказать про тебя потом на уши в камеру не могу значит, у меня кувшин тоже немножко изменился то есть, это не тот кувшин был скорее всего, он был тоже стеклянный и он был, ну как бы, прозрачный такой полупрозрачный был а количество жидкости увеличилось тоже, вот как у Александра почти, почти до самого верху но вот чуть-чуть осталось то есть было, да, горлышко не доходило здесь тоже горлышко вот, и вот, как бы, количество и состояние, можно сказать, отличное вот, я доволен я очень доволен, спасибо всем вот, на этом нашу встречу можно считать завершенная официальная часть а дальше идет неофициальная спасибо и Александр подписывайтесь на наш канал смотрите наши другие видео всего вам доброго до следующих встреч до следующих встреч вы, как говорите!